SCP-504. Помидоры критики. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. Любые семена, растения, плоды, гибриды и другие продукты жизнедеятельности SCP-504 должны быть классифицированы как SCP-504. Семена SCP-504 не требуют особых условий хранения, за исключением мер по предотвращению несанкционированного использования посторонними лицами. Растущие насаждения SCP-504 и их плоды должны находиться в звукоизолированных помещениях. Охранники-исследователи, назначенные для контроля за процессом роста и созревания SCP-504, должны быть экипированы звукопоглощающими масками со встроенными рациями, а также проинструктированы о необходимости воздерживаться от попыток пошутить. Описание. SCP-504 представляет собой вид томатов по физическим и генетическим параметрам, идентичный обычным представителям данного вида. SCP-504 обнаружен в Удалено, штат Кентукки, после получения полиции заявление от женщины, утверждавшей, что ее муж-фермер был убит своим обедом. В настоящее время фонд ведет работу по обнаружению и уничтожению диких побегов SCP-504, рассеянных по территории окрестных коммерческих сельскохозяйственных районов. На фотографии SCP-504. Когда в области слышимости плодов SCP-504, совпадающей с таковой у человека, совершается неудачная попытка пошутить вслух, они мгновенно разгоняются до скорости не менее 100 миль в час, или же около 160 км в час, или 45 метров в секунду, в направлении источника звука. Данным свойством обладают только зрелые помидоры, снятые с ветки и поврежденные гнилью или химикатами не более чем на 10%. Плоды не обязательно должны быть целыми, однако, будучи проглоченными, они становятся достаточно изолированными от внешних звуков и не проявляют аномальных свойств, вплоть до полного переваривания желудочным соком. Предполагается, что скорость, развиваемая плодами SCP-504, зависит от многих свойств шутки. Смотрите протокол экспериментов. Среди отмеченных факторов можно выделить банальность, плоскость шутки, а также качество игры слов. Выбранный язык никакого влияния на итоговый эффект не оказывает. Примечание. Любой, кто еще хоть раз попробует подложить SCP-504 в столовую, будет немедленно устранен. Эти томатные ломтики летают, как чертовые сюрикены. Доктор Бласт. Протокол экспериментов с SCP-504. Образец. 1. Зрелый плод SCP-504. Подопытный. D-504-1. Произнесено. Слон состоит из хобота, ушей и бегемота. Результат. Нет реакции. Образец. 1. Зрелый плод SCP-504. Подопытный. D-504-1. Произнесено. Кто такой археолог? Некто, чья карьера лежит в руинах. Результат. Плод разогнался до 124 миль в час, или же 200 км в час. Подопытный получил перелом носа. Примечание. Похоже, SCP-504 наделен определенным вкусом в отношении юмора. Предположительно, объект разумен. Надеюсь, что это не так. Доктор Бласт. Образец. 1. Зрелый плод SCP-504. Подопытный. D-504-2. Произнесено. Вышли на прогулку. Три помидора. Мама помидор, папа помидор и сынок помидор. Сынок помидор постоянно отстает. Папа помидор выходит из себя. Возвращается к сыну. Наступает на него и кричит. Качап. Результат. Плод разгоняется до 264 миль в час, или же 425 км в час. От удара подопытный потерял сознание. Образец. 1. Зрелый плод SCP-504. Подопытный. D-504-3. Произнесено. Когда я ложился спать, мой брат напутствовал меня. Спокойной ночи. Ты, конечно, не забыл о том, чтобы не давать клопам пососаться ночью своими хоботками к тебе и пить твою кровь. Пауза. Приятных снов здоровой кожи. Результат. Двухсекундная пауза перед реакцией. Плод разогнался до удалено. Преодолен звуковой барьер. Подопытный убит. Образец. Три зрелых плода с разных растений, полученных скрещиванием SCP-504 с другими неаномальными сортами. Подопытный. Д-504-4. Произнесено. Если у вас искусственные зубы, не используйте сахарозаменители. Иначе получите фальшивый корейс. Результат. Все три плода разогнались до 145 миль в час или же 233 км в час. Подопытный получил травмы. Два зуба выпито. Образец. Один зрелый плод SCP-504. Разрезанный на четыре дольки. Подопытный. Д-504-5. Произнесено. Я шел в бар. Смысл жизни. И по дороге понял, что потерял его. Результат. Все четыре дольки разогнались до 340 км в час. Подопытный получил множественные ранения. Правый глаз выбит кусочком помидора. Образец. Один зрелый плод SCP-504. Оборудование. Сиди-проигрыватель, воспроизводящий Хан Фул и Иф Шаловы. 2003 год. Дэн Кук. Результат. Удалено. Плод разогнался до 270 км в час. Плеер уничтожен. Примечание. Они реагируют и на записи. Черт, пора избавляться от привычки. И в первую очередь все тестировать на сотрудника класса D. Доктор Бласт. Образец. Три зрелых плода SCP-504. По одному на каждого подопытного. Условие. После воспроизведения копии нового сообщения о бомбе, взорванной в нижней части статуи Ленина, было озвучено три шутки на эту тему. Подопытный 1. Ох, видимо, Маркс следующий. Результат. Плод дернулся, но не покинул исходной точки. Подопытный 2. BBC. Стоило бы передать Сталину хорошие новости. Результат. Плод разогнался до 245 км в час. Сколот зуб, перелом челюсти. Подопытный 3. Он просто выпустил газы. Результат. Плод разогнался до удаленного. Подопытный госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Примечание. Полагаю, мы уже выяснили, что живых людей вполне можно заменить записями. Я знаю, что многие из вас терпеть не могут сотрудников класса D, особенно D504-012. Бедняга так и не сможет оклематься от ежемесячной ротации. Но считаю необходимым вынести тем, кто руководил этим тестированием. Серьезный выговор. Тоже будет с теми, кто допустил утечку видеозаписи экспериментов в общую сеть. Доктор Бласт. Образец. Один. Зрелый плод ECB-504. Оборудование. Телевизор, показывающий пародии на Сару Пейлин и Хиллари Клинтон. Результат. Реакцию томата можно описать как сбит с толку. Замедленная съемка позволила зарегистрировать три скачка скорости до 321 км в час. Вектор движения первого и третьего в сторону объекта, а второго в сторону исходной позиции. И все это в рамках одной траектории. Доктор Кинг предложил, что Помидор не мог решить, принимать ли это всерьез. Образец. Один зрелый плод ECB-504. Оборудование. Портативный компьютер, воспроизводящий записанную заранее специфическую математическую шутку. Текстово. В нашей столовой продается комплексный обед. Действительная часть картошка. Мнимая часть котлета. Результат. Зарегистрировано повышение скорости звука. Компьютер полностью испарился из-за огромной величины кинетической энергии, набранной помидором. Датчики зарегистрировали скорость порядка 2174 миль в час или же 3500 км в час. Образец. Один зрелый плод ECB-504. Оборудование. Портативный компьютер, воспроизводящий фрагмент из скетча Monty Python. Самая смешная шутка в мире. Результат. Плод взорвался. Фрагменты разогнались до 220 км в час. Компьютер полностью покрыт остатками плода. От томатного сока серьезно пострадала только клавиатура. Остальные компоненты после чистки оказались полностью работоспособными. Образец. Один зрелый плод ECB-504. Оборудование. Ноутбук, воспроизводящий текст ECB-904. Результат. Данные удалены. Продолжение следует...